Китайская экспансия в Таджикистане, теперь и военная. Очередная дочь Мерзияева получила назначение. В Москве задержаны националисты, напавшие на мигрантов. Мой друг, который умер, каждый день мы с ним общались, работали вместе. Очередные таджикско-китайские антитеррористические учения состоятся с 8 по 11 августа в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, пишет Азия Плюс со ссылкой на собственный источник в Министерстве обороны Таджикистана. В учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров, мобильных войск Минобороны Таджикистана и одна рота китайской армии. Армейский контингент Китая пересечет КПП Кульма-Карасу на таджикско-китайской границе 7 августа. Напомним, что на сегодняшний день уже 48% внешнего долга Таджикистана приходится именно на Китай. Кроме того, горнодобывающая отрасль в стране почти полностью находится в распоряжении китайских компаний, в связи с чем многие эксперты бьют тревогу. В последнее время наблюдатели все чаще отмечают усиление военного влияния Китая на Таджикистан. Так, например, в феврале американская газета Washington Post выпустила материал о том, что пропускной пункт Вахон в Мургабском районе контролируется китайскими пограничниками. Журналистам стало известно об очередной головокружительной карьере в семье президента Узбекистана. Младшая дочь президента Узбекистана Шахназа Мирзияева назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, сообщила газета УЗ, ссылаясь на пресс-службу МДО. До назначения на этот пост Шахназа, начиная с декабря 2017 года, работала заместителем начальника данного ведомства. Напомним, что Мирзияев, как это уже заведено среди диктаторов стран Центральной Азии, традиционно продвигает по карьерной лестнице членов своей семьи. Так, в апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзияева тоже получила руководящую должность. Она была назначена заместителем директора агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства. В Москве задержаны националисты, напавшие на двоих трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом пишет московский комсомолец. 26 июля на улице Малые Каменщики в городе Москва трое неонацистов, 19-летний консультант магазина спортивных товаров Константин, все имена изменены, 18-летний Григорий и 17-летний Антон, прогуливаясь в сквере, напали на проходивших мимо них двух мигрантов из Кыргызстана, 25-летнего Уала и 32-летнего Алтына. Одному националисту якобы показалось, что мигранты враждебно настроены. Один из нацистов достал газовый баллончик и распылил им в лицо кыргызстанцев едкую жидкость. После этого началась потасовка, и трое приятелей вытащили ножи и начали наносить удары, в результате чего Уал скончался на месте, а раненый Алтын чудом выжил. Спустя неделю личности преступников удалось установить, и оперативники нагрянули домой к молодым людям. Помимо компьютеров и телефонов, у националистов изъяли различное холодное оружие, ножи, мачете, спецодежду с символикой, прочую атрибутику и литературу националистического характера. Примечательно, что самым ярым приверженцем ультраправых взглядов и известным в узких кругах националистом оказался самый младший из задержанных. Среди единомышленников Антон имеет прозвище Белый. В соцсетях он создал свое сообщество, у которого около 1500 последователей. Ты режешь, режешь людей, режешь людей, понимаешь? Напомним, что трудовые мигранты из Центральной Азии в России регулярно оказываются жертвами насилия со стороны русских националистов. Правозащитники связывают происходящее с полным безразличием к судьбе своих граждан со стороны правителей стран данного региона. Друг ваш, который ранен, и он в больнице сейчас госпитализирован? Да, его забрали. Травма насколько серьезная, что с ним, не знаете? Да, на руках попал нож. Мой друг, который умер, каждый день мы с ним общались, на работе мы с тобой.